На самой зажигательной вечеринке, в самый её разгар. Хочется выйти на какой-нибудь открытый балкон, подышать свежим воздухом и просто перевести дыхание. Что сейчас я вам и предлагаю сделать. Немножко прерваться, посмотреть новости русской начинки, ну а потом вернуться на наш танцпол. Знаменитый кутюрье Пьер Карден посетил Россию уже в 28-й раз. В этом году на организованном в честь дизайнера банкете его встречал ансамбль цыганской песни. Он просто не ожидал, что подходят цыгане и к нему Пьер. Коллектив Радо Ник по русским традициям предложил маэстро Чарочку. Правда, крепкие напитки Карден не употребляет. А выпить-то пришлось до дна. Он не водку пил, а шампанское пил. Но вы можете посмотреть, шампанское было натурально. И он выпил с удовольствием. Почему на вечеринку пригласили именно Радо Ник? Оказывается, к этому приложила руку сама Мадонна. В 2007 году Мадонна пригласила участников коллектива выступить на своем 49-м дне рождения. Торжество полностью прошло в цыганском стиле. Декорации, лошади на сцене, наряды, ну и, конечно, песни. Она очень простая, человечная. Ты с ней встречаешься, и человек тебя обнимает, целует, и, пожалуйста, располагает к себе. На дне рождения Мадонна танцевала вместе с артистами. Ей так понравилось выступление, что она сделала отличную рекламу, порекомендовав музыкантов своим знаменитым друзьям. В итоге Радо Ник уже приглашали на вечеринки Донателло Версачи, Марк Джейкобс. Теперь вот и Пьер Карден их увидел. Дуэт Радо Ник – это хоть и музыка в современной обработке, но в то же время сохраняющая главное – цыганские корни. В репертуаре у артистов есть и русские песни. Но, опять же, переделанные на свой манер. Например, «Калинка-малинка» по-цыгански. Мы неформатные. Мы делаем так, как от и до. Вот, например, у нас есть одна песня «Солнышко», она у нас идет сколько? Семь минут. Восемь. Радо и Николай, супруги, живут вместе уже много лет и исполняют цыганские песни, даже несмотря на то, что Николай по национальности грузин. Но сейчас вместе с дочкой они как раз готовятся к фестивалю, который пройдет в Западной Грузии. Сочинили композицию на мегриэльском языке – это диалект грузинского. Но в песне главный герой – опять же цыган. О цыгане, который кочует именно по всей земле и говорится о том, что дорога – это его дом и дорога – это его храм. Сразу после выступления Радо и Ник продолжат работу над новым цыганским шоу, с которым они планируют объездить весь мир, дать концерты для той аудитории, которая их знает. Они не стремятся стать известными, потому что своего зрителя нашли уже давно. Редактор субтитров А.Семкин